Итак, сегодня мы будем оформлять фотографию вот такую, напечатанную на баритовой бумаге. Это лев, прекрасная львица, которую я сфотографировал в Африке. И что нам сегодня потребуется? Нам потребуется ее накатать с помощью вот этого хот-пресса, который у нас уже подальгался до 90 градусов. И накатать это все, соответственно, на, в данном случае, консервационный картон. Это бескисловная основа для того, чтобы наш отпечаток служил долгий год. Что мы делаем? Сколько лет хранение гарантирует этот картон? Ну, более 100 лет. Ну, это гарантия более 100 лет. А так, в принципе, я думаю, что на синтетических тестах по деградации компания... Не будем называть... Не будем называть... Не, ну ладно, пленку одну мы скажем. Все-таки есть пленка такая, которая те люди, которые должны оформлять фотографии, они должны это знать. Существует пленка, которая называется Artsale 200, компания Hot Press, которая единственной является для Hot Press сертифицированной торговой гильдии изобразительных искусств. Почему? Потому что синтетические тесты показали ее более 200 лет отсутствия деградации. Более 20 с лишним лет эта пленка используется во всех музеях и галереях мира, которые используют накатку Hot Press. Саша, можно сразу вопрос по ходу? Что подразумевается под деградацией? То есть, круглая, чего мы боимся в случае использования не тех материалов? Да, мы боимся кислот или гнина, которые будут обязательно содержаться в этих основах. То есть, вообще, если говорить о картоне, то есть, он делится на консервационный, стандартный и музейный. То есть, что такое консервационный картон? Это, в принципе, тот же самый картон, который изготавливается для стандартного картона, но в его основе отсутствует так называемый... То есть, он химическим способом, во-первых, очищен, в нем есть только альфа-целлюлоза, и в нем добавлен еще щелочной буфер, который дополнительно сохраняет ваш отпечаток, то есть от воздействия кислот. В стандартном картоне есть большое количество кислот или гнина, которое, в взаимодействии с металлическим серебром в вашей фотографии, будет, соответственно, приводить к процессу деградации, а именно пожелтению вашего изображения по краям, по границе контакта с этим картоном. Стандартный картон, это, кема, используется во всех стандартных мастерских багетов? Да, это там, где зарабатывают на вас деньги. Соответственно, если вы используете музейный картон, это самый лучший предпочтительный картон, то музейный картон это стопроцентный хлопок, в нем отсутствуют какие-либо примеси синтетические, и здесь уже, конечно, мы не можем рассчитывать на какие-то декоративные изыски по окрашиванию этого картона, но все-таки для оформления таких вот высокохудожественных, ценных, дорогих работ нужно использовать только музейный картон. Если вы хотите, чтобы ваши фотографии хранились в музеях и ими интересовались галереи, я думаю, что без этого не обойтись. Конечно, только музейный и консервационный картон. Сама фтореф тоже, наверное, интересная, наверное. Конечно. Что мы сейчас будем делать? Мы будем сейчас оформлять нашу работу, для этого нам нужно подготовить задний лист и лист по спорту. Ну, соответственно, что мы сейчас в данный момент делаем? У нас есть станок для паспарту. Это лучший листонок ручной, который вообще только придумал человек. Есть такой господин Валиани и профессор GCF, господин Стив Финни, который принимал у меня экзамен в торговой гильдии, он даже поспорил с Валиани о том, что он вырежет паспарту такой же сложности и так же быстро, как и в Валиани на своих ЧПУшных компьютеризированных станках. Стив Финни выиграл этот спор, поэтому он тоже пользуется именно таким же станком. Это английский станок, компания KingCut. Станок называется Ultimate Futura. Если вы хотите бескомпромиссное решение с точки зрения вырезания в паспарту, только такой. Значит, что мы делаем? Мы настроили, я уже знаю границу, то есть у нас фотография будет размером 52 на 40... Да, так, 52 мы уменьшаем ее на 2 мм, для того, чтобы в раме происходило... Так, все готово, режем. Я обычно прорезаю длинный... Ай! Порезался, да? Техника безопасности. Пока я... Надо мне сейчас... Смотри, там латиночки есть какие-нибудь? Все. Есть, правда, если нужно. Ой, да, если можно, потому что я прям резану. А чем хороший этот станок? Когда вы порежете палец, вы абсолютно этого не почувствуете, потому что лезвие настолько острое, что с хирургической точностью он режет вам палец, и вы можете узнать только по кляксам крови на вашем паспарту. Который экстазирует. Так, кое, кстати, у меня было. Никак не повлияет на этот изображение. Паша Дудникова в мастерской находится в гостях несколько человек. Нино, Анатолий Гримм и ваш покорный слуга Павел Кассен. А вот с тобой... Ну, у нас живое видео, мы как бы не лайф пьют. А ты на паузу нажми его, как бы, я не знаю. Подожди, это же самое интересное. Да? Я люблю свою праздник. У нас сплошные медики. Анатолий, какая у тебя профессия? Судебная институтская экспертиза. Так, ваша у тебя... Стоматолог. Первая помощь была оказана. Так, а теперь нам нужно, соответственно, разделить его пополам, потому что у нас, соответственно, 52 на 40, соответственно, мы берем что? А, 41. Да? Ну, какой график? Ну, вот, мы что-то поймем. Я так понимаю, в общем-то, ничего особенного в этом процессе нету. Единственное отличие, это требование к материалам и очень качественно оборудован, но и опыт, конечно. А, Паша, там у тебя какой-то диплом есть, какой-то там специалиста, порезание пальцев. Как это называется? Диплом торговой гильзии изобразительных искусств по оформлению пальцев в багет. Я делаю всегда разрезы не сразу, почему? Потому что у вас лезвие тонкое, и в определенных обстоятельствах у вас может лезвие уводить, потому что твердые сорта, особенно, например, с черным резом, существует картон, у которого будет черный рез. Он очень красив для оформления, как такой черной рамки. Вот, и, соответственно, проверяем. Это же используется и на подложке. Да. То есть у нас получается, но, к сожалению, здесь видите, один картон, так как мы сейчас взяли картон чуть-чуть меньше, то есть мы его будем один использовать для паспарту, тот, который у нас пойдет, соответственно, четко для рамки, а тот, на который будет накатано изображение, чуть-чуть ниже, мы его будем использовать с задней части, он будет на 1 мм меньше основного изображения. Итак, у нас все готово для того, чтобы мы могли теперь, соответственно, нарезать наш паспарту. То есть и для паспарту, и для задника используется один и тот же материал. Да. Один и тот же лист. Один и тот же лист. Чем, опять же, хорош колормам? Если вы будете использовать компанию, не будем говорить, нам за это не платили, поэтому мы не будем говорить, любую другую компанию, в том числе и Кларман Кларман, единственная компания, которая дает вам лист размером 120 см. А это значит, что если вы используете формат 40х60, то вы можете лист резать пополам, и, соответственно, одну часть картона вы ведете на задник, одну часть картона вы берете на паспарту. В случае с музейным картоном, где стандартные размеры будут метр двадцать, метр сорок, метр, ну, метр, как бы говоря, вы поняли, да, метр и два сантиметра, вот, то, соответственно, вы не сможете его использовать в таком ключе, и у вас будет большой отход. То есть отрезков будет много. А где моя линейка? Вот она. Самая лучшая в мире линейка. Да, самая лучшая в мире линейка. Компания, опять же, Кинкат. 52. Все правильно. Просто я потеряю, чтобы нам не влететь на 40. Отлично. Что и подтверждает бритвенную точность нашего станочка. Он все круто вырезал нам. Пресс разогрет у нас, да? Пресс, все, да, пресс разогрет. А теперь, что нам нужно сделать? У нас есть расчеты. По нашим расчетам, для того, чтобы сделать картинку, нам нужно 6,75 поля. С одной стороны 7,5 поля с другой стороны. Мы не будем заморачиваться разными полями, поэтому просто выставим 7,7. 7,5 и 7. Ты мой палец снимаешь? Нет, палец твои в кадр не входит. Здесь то же самое. Сейчас я объясню, что это за линейки. Сейчас входит. Соответственно, это три линейки, которые будут в нескольких плоскостях вам показывать ширину ваших полей. Соответственно, все настроено. Обязательно кладется лист для чистового реза паспарту, потому что если вы будете резать без этого листа, у вас, соответственно, будет грязный рваный рез. Паспарту режется со стороны не лицевой части, а изнаночь. То есть вы кладете лицевую часть вниз, обязательно плотно прижимаете ваш лист непосредственно к станине станка, опускаете и теперь самое главное. У меня уже настроено все. Почему? Потому что здесь вот эта вот самая фишка, это секреты. Здесь есть численное выражение, сколько лезвия выходит у вас непосредственно из держателя для лезвия. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы должны с учетом толщины листа и с учетом толщины подложки, сделать таким образом, чтобы кончик проходил непосредственно на миллиметр, на полтора, ну вообще считается полмиллиметра, я настроил таким образом, чтобы на миллиметр-полтора у меня входил в лист подложки. Для чего это нужно? Для того, что когда вы работаете с твердыми сортами паспарту, а минеральный компонент альфа-целлюлозы в консервационном паспарту относится именно к твердым сортам, у вас могут быть проблемы с резами. Соответственно, теперь это у нас стоппер, который характеризует начало реза. Здесь, соответственно, 7,5 сантиметров у нас будет вход нашего лезвия. Все остальные поля у нас ограничивают, боковая линейка ограничивает ширину поля и конец реза будет ограничивать ширину нижнего поля. Поехали. Медленно опускаем. Прорезали. Поднимаем. Опускаем. Проверяем. У нас отлично все прорезалось. Покажи, покажи поближе. Без зарезов, да, вообще? Ну, на самом деле, сейчас станок у меня... Только разогревается? Да. Станок у меня на самом деле не настроен. Я сейчас это вижу, и сейчас я вам покажу. То есть, небольшие у меня все-таки перерезы есть. Причем, это связано с тем, что... Вот здесь начало реза, видите? Начало реза где-то вот самый-самый-самый... Ну, как бы чуть-чуть вот я перерезал. Перерезал я это потому, что у меня, соответственно, глубина пооружения почему-то сбито. Мы ее сделаем на 4 палочки поставим. Но это не будет видно, что это в другой стороне. Нет, это будет видно для педанков. Там-то как раз лицевая сторона. А, понял. Вот. Но на самом деле... Здесь же вся точность настройки, потому что он подходит под углом и должен выйти... То есть, вот здесь вы можете уже посмотреть. Я настроил, теперь у меня идеальный абсолютно рез. То есть, у меня нет никаких перерезов. И все. Что мы теперь делаем? А где перерез у нас был в одном месте? Вот перерез. Вот он. Ну, его не видно. Опять же, я работаю... Я работаю с очень тонкими лезвиями, поэтому я потом завальцовываю это все в свои костные палочки. Да, ну, соответственно, самое главное я сейчас для себя и для... Вот перерез, да? Вот это? Да, да, да. Да, самое главное. Да, есть небольшой перерез для педантов. Но у нас под 45 градусов, соответственно, вырезано по спорту. И еще, самое главное для тех людей, которые приходят в багетную мастерскую, им иногда, очень часто, в банном кусте впаривают кислотный или музейный картон под видом стандартного картона. Как отличить музейно-консервационный картон, если вы в этом ничего не понимаете? Очень просто. Музейно-консервационный картон всегда будет иметь кристально-белый рез. Если вы посмотрите на любой картон, который относится к стандартной группе картонов, то его рез всегда будет грязным. Вот вы видите? То есть, бумага, которая не... То есть, она такого серого цвета, вплоть до желтого цвета. Она никогда не будет иметь кристально-белого реза. То есть, подложка бумаги абсолютно может отличаться. Ну, не уверен, что это видно на видео. Ну, допустим. Так. То есть, вот здесь может быть серое, он бывает вообще желтый. А вообще, вот типичный пример. Надо же как-то показывать. Давайте покажем. Смотрите. Давайте типичный пример. Я его всегда оставляю, для того, чтобы вы видели, что происходит, когда вы накатываете на пенокартон изображение. То есть, пенокартон. Пенокартон. Да, да, да. Вот желтеет. Вот что происходит. Кислоты диффундируют в подложку вашей фотографии. И металлическое серебро начинает желтеть. Справа снизу асфальт более или менее нейтральный, а слева уже желтый. Вот прям тут видно. Ну, здесь еще проблема как раз в промывке. Была отпечатка, потому что этот отпечаток не был промыт с помощью архивного метода промывки в промывочной машине. Итак, что у нас имеется? Мы имеем наше изображение. Изображение. Померили. Да, все отлично. Все хорошо. Теперь нужно это дело запрессовать в утробродик. Да. Теперь, соответственно, мы убираем. Ча так подрезается? Ну, обычно я могу подрезать, могу не подрезать. Все зависит от того, если я оставляю поля и не подрезаю. То есть, обычно я на маленьких отпечатках могу оставить техническую рамку. А в данном случае, я думаю, что да, мы обрежем. И нам сделать бы вот это удобно. Вот по такому ключу. Здесь они могут подрезаться, потому что держится не за них, соответственно, изображение. Оно будет приклеено полностью по всей поверхности. Да. Не, а еще знаете, почему я хочу подрезать? Потому что, когда я буду оформлять отпечаток, чтобы у меня толщина вот этой подложки, потому что пресс дает достаточно серьезное давление. Точнее, не давление, а вакуум. И, соответственно... Чтобы он вот здесь вот никак не передавливал вот это место. Да, 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 да. Потому что здесь может, например, вот эта часть даже выдавиться на паспарту. А если ее сделаешь маленьким, значит, она будет как-то... То есть, какая-то она должна быть тоже ровная, чтобы... Ну, минимально. Ну, мы-то сделали запас. Мы сделали запас, с учетом того, что у нас нет технической рамки, у нас часть изображения, несколько миллиметров, все равно будет заходить за паспарту. А в любом случае, должно заходить за паспарту? Ну, вообще по-разному. Если говорить, у нас сегодня такой сокращенный, базовый курс молодого бойца в условиях, можно сказать, домашней обстановки. Если говорить о продвинутых вещах, то есть, существует как бы действительно серьезные правила, которые гласят, что отпечаток должен быть оформлены с учетом определенных размеров. То есть, это тоже очень важно. Потому что, если вы, например, занимаетесь каталогизацией... Если вы занимаетесь каталогизацией своих изображений, то некоторые музеи, к сожалению, даже у вас могут не взять отпечаток по причине того, что вы можете не попасть под их систему хранения. Это, кажется, глупо звучит, но я вот, например, встречал несколько галерей в Нью-Йорке, которые работают по принципу такому, что вы не попадаете в систему внутренней каталогизации. Соответственно, какие бы вы классные участки не принесли, вы туда не попадете. Это система внутренней каталогизации. Ну, это система хранения. У них, например, стандартизованность. Стандартизованность. Вот есть, например, компания Stools, французская компания, которая занимается каталогизацией вообще всего чем-либо. То есть, вы можете в музее оформить от наручных часов и заканчивая какими-то картинами. И у них есть стандартные их изображения, которые коробки, которые попадают под... Ну, смотрите, что мы можем сделать. Я могу оформить сегодня двумя путями. Первый путь очень простой. То есть, я буду оформлять этот отпечаток... Где настроились? Я буду оформлять этот отпечаток на... Вот на такой подложке, да? И, соответственно, мы можем его оформить с помощью пленки бескислотной, где сам задник, отпечаток и паспарту станет монолитным целым. Уже не разрывается после этого? Не разрывается. Чтобы разъединить этот отпечаток, нужно будет его бросить в воду. Соответственно, в воде он размокает. Паспарту задник аккуратно в мокром состоянии отделяется. Все это выбрасывается. А сам отпечаток заново сушится в прессе, в сушильном. И, ну, повторно оформляется. Есть галереи, которые, к сожалению, запрещают. То есть, они не пропускают ход пресс в виде музейного хранения, даже если у вас там использованы бескислотные какие-то клеи. То есть, например, какие-то вот галереи в Нью-Йорке, от Nelia Gallery, я вот знаю почему. Потому что я буквально недавно общался с куратором из этой галереи. И они требуют только отпечатки. Они требуют системы перевода его непосредственно в состояние flat, плоском. То есть, не принимаются тубусы. То есть, если вы в тубусе отправите им отпечаток, вот, завернут его обратно. Или поэтому, ну, нам не в Нью-Йорк отправлять. То есть, с помощью пленки? А какой второй вариант без пленки, если? А без пленки это с помощью музейных уголков. То есть, вы делаете, клеите изображение на музейные уголки. И паспарту я склеиваю только, беру вот по краям. А, понятно. И у меня получается, оно тоже расправляется, но изображение не будет соединено физически с задним местом. А вот сейчас у тебя Нью-Йоркская галерея купила, у тебя… У меня не купили еще Нью-Йоркскую галерею. У меня просто забрали для… у меня забрали в Нью-Йорк 10 отпечатков для того, чтобы, возможно, что-то из этого получится. Посмотрим. Ну, там оформлено как будто через этих самых, оформлено через пленку. Там отпечатки забрали. А, просто отпечатки. Просто отпечатки в коробке. И все. Понял. Так, теперь что нам нужно? Нам нужен клеевая основа. Клеевая основа для ход-пресса выглядит очень приятным образом. То есть, выработайте с клеем в виде, вот клея, похожим на такую вощеную бумагу. То есть, по большому счету, под давлением температуры эта вощеная бумага превращается в клеевую основу с очень тонкой поверхностью. У меня, к сожалению, сейчас нету здесь стола, потому что вы, наверное, видите, у меня перестановка в лаборатории, поскольку я жду с минуты на минуту свою картотеку А0, которая вот здесь вот будет стоять, и, соответственно, она и будет заниматься именно, поэтому мы сделаем пока это все на коленке. Да. Ну, у нас все очень. Ну, все самое интересное делается на коленке обычно. То есть, что мы делаем? Мы берем, соответственно, вот так вот раскладываем, берем нож, о, отлично, берем нашу линейку. Лучший нож для того, чтобы вы могли резать вообще все, что угодно. Здесь сменное лезвие. Обратите внимание, это тоже английский нож, профессиональный. Я им работаю уже три года. Абсолютное, абсолютное решение, бескомпромиссное для того, чтобы вы могли... А лезвие у него сменный лезвие? Сменный лезвие я купил в килограмм. Это те самые... Причем... Такие трапециевидные, да? А? Трапециевидные. А сюда каким угодно. Сюда даже вот ставится вот обычный от Кинката. То есть, я могу даже сюда острое, ну, как бы... У него универсальные лезвия, вот. Причем они меняются очень легко. Лезвия действительно очень крутые. Так. Что, специальный ламинат, да, чтобы на нем резать? Да, у меня специальный ламинат, чтобы на нем можно было резать, чтобы... В принципе... То есть, ты без запаса отрезаешь, точно? Да, я отрезаю без запаса. Почему? Потому что мне не нужно. Все. И так у нас будет бутербродик. Это нижняя часть. Ну, давайте на чай тоже здесь подготовим. Мы сейчас сделаем вот так, управизационный стол. Кстати, обратите внимание, это маленький коврик. Это шикарный коврик. Это шикарный коврик. С 13-го года я пользуюсь этим ковриком. Нарезал здесь уже огромный, вот, по линии надреза видно, сколько я здесь оформил. Сейчас у меня будет... Привезут большой формат А0, прям как раз на вот такую картотеку Бисли, чтобы я мог резать непосредственно это на столе. Он чем хорош? Вы не можете его прорезать никаким образом. И самое главное, он не тупит ваше лезвие. Технология здесь именно в том, что он не тупит. И разметка не срезается. Да, и не срезается разметка. У нас есть такие столи, в смысле резиновые коврики специальные, но только размер в два раза меньше. И то они столи каких-то там приличных денег, а большой размер даже не зная ступит. Так, Паша готовит стол. Так, давайте посмотрим, что такое хот-пресс. Значит, хот-пресс это система, при которой вы имеете целлюлоза. Это не такая пленка, которая гарантирует, что ваше изображение будет прилипать к нагретой до 95 градусов. В данном случае у нас 87 градусов, это нам хватит. То есть стекло вот это нагрето? Это нагрето, не трогай. Это вот пресс, к чему будет и, соответственно, притяжение. Здесь два стекла. Это стекло тоже горячее, но... А это металлизированное стекло, которое просто под контактами, как оно? Да, покрыто оно... Почему вообще пресс очень дорого стоит? Потому что здесь, к сожалению, очень много драгоценных металлов. То есть есть платина, через нее происходит теплопроводное стекло, то есть два датчика, и, соответственно, стекло очень равномерно нагревается. То есть если померить температуру в разных областях этого стекла, оно будет абсолютно точно. Если мы говорим о накатке, то есть с этим хот-прессом сделать можно все, что угодно, включая отделить эмульсию от вашего отпечатка отдельно на подложку и перенести ее на любую другую основу. В данном случае мы сейчас будем использовать вот так. Давайте проверим, да. 75. Ну, на самом деле он... А он на стекло... Ну, вот если вот так, он на стекло не настроен. Вот 87 показывает. Видите, 80... Ну, я думаю, на стенку просто попадает насквозь. Нет, он не попадает насквозь. 87, 88... Ну, вот 87. Он просто... Дело в том, что здесь, видите, коэффициент 0,93 стоит. 0,93 – это коэффициент моего проявителя. То есть если поменять коэффициент стекла, то он будет абсолютно на точной мере. Значит, что у нас получается? Есть вот специальная такая мембрана. Эта мембрана как раз и занимается тем, что при вакууме она обтягивает ваше изображение и присасывает непосредственное изображение к стеклу и происходит соответственный элемент запекания. И вот такая вот штука в виде коврика поролонового, который создает тоже такую демпфинговую подушку. Для того, чтобы на нее, соответственно, вы размещаете изображение, чтобы не прорвать, не дай бог, вот эту мембрану. Потому что стоимость этой мембраны, если вы ее растянете, проткнете... Ну, если проткнете, можно, конечно, ремкомплектом для шин ее починить по первости. Но если вы ее прорежете углом какой-нибудь острой работы, там стекло или еще что-то будете использовать, то замена вот этой мембраны – это половина стоимости пресса. Сколько будет стоить пресс, я не говорю, потому что он дорог. Так, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно поместить... Дорог – это примерно тысяч десять долларов. Да. Ну, опять же, если мы говорим вообще о изображении, то нам можно сделать сюда было поместить, заклеить, ну, то есть создать такую книжку и, в принципе, переместить наше изображение таким образом, чтобы... Я сделаю это все проще. Я уже, как бы, в этом отношении... Оп, ну... Правая нижняя часть... А, все. Нет, сейчас придется ее делать. У нас проблема в том, что нижняя часть, мы помним, да, она чуть-чуть ниже. То есть чуть-чуть меньше. И, соответственно, нам приходится... Нижняя часть меньше? У нас нижняя часть меньше, а нижняя часть подложка. А, подложка, да. Подложка чуть меньше, и это накладывает определенные трудности позиционирования, потому что позиционирование должно быть в идеале, я уже говорил, по паспарту с подложкой склеивается дополнительная пленка, то есть создается книжка, и уже на основании книжки вы двигаете изображение, и это изображение не смещается. Так, смотрим горизонт. То есть все, ничего у нас... Все правильно. Потому что... Да, у нас, видите, значительно ниже она получается. Несколько миллиметров с этой стороны. Здесь правильно, а здесь тоже. Все. Так. Поехали. А вставка нужна нам? Вставка должна быть знак, но вставку нужно сначала положить изображение непосредственно в ход пресс. Проложили изображение в ход пресс. Все. Не трогаем. Все. После этого нет. Только мы положим просто изображение, но привлекли к нашему изображению, потому что для эмульсии это достаточно стрессовый парк. Шоковая. Кстати, она еще дополнительно закрывает эмульсы, да, от воздействия температуры? Да, 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 да. Поэтому мы еще берем и кладем наше окно. Для чего это нужно? Потому что вакуум будет достигнут и изображение... Чтобы не залагнулось вот это, мы будем делать немножко поменьше. Уже иметь для окна такое. Сейчас посмотрим. Что поменьше? Вот это окно, чтобы у него был отступ. А то здесь, получается, она прям вот эту мембрану на очень сильный излом дает. Не, а тут дело в том, что мембрана, она же защищена ковриком. Поэтому, в принципе, все нормально. Чик. Все. Закрываем. Поехали. Отсасывается воздух. Соответственно... Здесь... Мы сейчас сделаем... Здесь она не легла полностью. Да, 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 да. Прожди, прожди. Чем хорош ход пресс? Ход пресс хорош тем, что он стеклянный. Если вы возьмете прессы Biderman, они, соответственно, будут стоить тоже больших денег. Практически так же, как ход пресс. Но вы не сможете проконтролировать... Контролируем вам. Ситуацию. Вот это вот. Вот это вот. Ну ладно, бог с ним. Он на самом деле ничего не будет. Просто мы ее еще могли, знаешь как... Мы ее могли положить криво. Сами в себя. Дубль два. Дубль два. Ну ладно, ничего страшного. Он не сломает все равно. Ну, самое главное, то что он, в принципе, прижимает... Да? Тепло. Что она, как бы, в принципе, прижимает картинку. Она не будет топорщицы потом. То есть, в данном случае у нас здесь создается вакуум. Сейчас очень сильный. То есть, вы видите, да? 23 единицы. То есть, там, если... Вы можете продемонстрировать. Вот таким вот образом. Открываем. И поднять вы уже крышку не сможете. Угу. Потому что здесь все абсолютно... Даже вот, кстати, рекомендует... Компания Hot Press рекомендует вот эти замки, когда вы непосредственно уже включили его... Открываем наоборот, да? Наоборот, открывать замки, чтобы замки беречь. Ну что, процесс запекания у нас будет идти 4 минуты. Вот. После этого мы вытащим нашу картинку. Посмотрим, что у нас получилось. Получилось. Так. Вот только столк можно нажать. Получилось. Получилось нажать. Ну, не мать столк уже. Потом надо посмотрим. Да нет. Давай лучше нам пока расскажешь что-нибудь еще. Я потом монтировать не хочу. Расскажи. Ну, расскажи про свои... У нас, правда, бардак небольшой. Потому что у нас тут, видите, и Макдональдс. Какой Макдональдс? Нет никакого Макдональдса. И печати. Ну, соответственно, что здесь? Здесь у нас будет столк. Lightroom, где будет находиться, точнее, уже находится сканер. Lightroom это не компания Adobe, если кто-то не понял. Да, да, да. Lightroom это, соответственно, светлая комната. Здесь, получается, у нас есть компьютер, подключенный к сканеру. Здесь есть вот такой вот просмотровой стол. Соответственно, происходит анализ пленок здесь какой-то, сканирование. В данном случае, в этом установке вы видели, здесь будет картотека формата А0 с монтажным столом. Но самое интересное тогда... Здесь у меня стоит пресс. Унитаз. Унитаз, да. Этот пресс профессиональный. Он позволяет сушить отпечатки формата 50 на 60. Ну, здесь остатки у меня в ванной всех прищепов. И, по сути, святая святых, сам фотоувеличитель, который находится на столешнице. То есть, здесь есть что из интересного? Специальные боксы для бумаги, для быстрого извлечения бумаги в момент печати. Очень удобная вещь, позволяющая экономить время и не засветить бумагу, и тогда вы оставляете пакет. Соответственно, кадрирующая рамка, 4-х лезеровая рамка, которая удобна тем, что у вас есть автоматическая система позиционирования черной рамки. То есть, если вы печатаете полный кадр, то вы можете настроить все свои изображения таким образом, что без черной рамки, то есть, например, у меня все изображения настроены по миллиметру. Для чего это нужно? Для того, чтобы все настройки паспарту у меня уже сохранялись в памяти. Поэтому я печатаю только формат 50 на 60 и только формат 30 на 40, а размер изображения у меня тоже стандартный. Это фокус скоб, абсолютный must-have девайс для точного определения резкости. Ну и, соответственно, увеличитель. Увеличитель у меня не стандартный. на базе стойки 605-го дурста. Это первый базовый увеличитель. Сейчас я ожидаю еще увеличитель 4 на 5 тоже с диодной головой. Что здесь самое главное есть? Здесь заменена голова с блоком светофильтров на диодную голову холодного диодного света. К этой голове идет вот такой вот пульт управления, которая позволяет нам просто уже создать любые вообще конструктивы относительно нашего отпечатка. То есть в данном случае мы видим запечатки. Здесь мы видим шкалу атомса интерактивную. То есть вот это у нас датчик, в котором мы меряем плотности наших негативов. Ну и, соответственно, после того, как снимок был спозиционирован, здесь у нас располагается либо 4 кг вето 50 на 60, либо в одном столе располагается кг вето 30 на 40, что очень удобно. И попадаем мы на мокрый стол. Мокрый стол очень удобен тем, что вы, например, отпечатали, бросили туда отпечаток, тут же под проточной водой вы можете его тонировать, отбелить железо с неродистым калием, красной кровной солью. И потом отпечаток попадает вот сюда, в промывочную машину. Абсолютно необходимый девайс. Как бы там ни было, как бы люди не говорили, что можно в душе мыть, можно там как угодно мыть. Любой американский печатник и фотограф вам скажет одну важную поговорку среди печатных аналоговых фотографов. Не помоешь, не продашь. Если вы нацелены на то, чтобы печатать себе в архив, бабушки, дедушки, это одно. Если вы нацелены на то, чтобы в будущем все-таки ваши отпечатки могли найти свое применение в каких-то галереях, и если вам есть что показать, то, конечно же, промывочная машина обязательно должна быть здесь. Он перфекционист. Ну да, я сумасшедший в этом отношении. Здесь, что у нас, шкаф для сушки пленки. Это Кидермен, шкаф старше меня по возрасту. Очень интересен он тем, что к этому шкафу у меня есть 8 таких прищепок. Они уникальные, купить их не возможно. Это запатентованная технология американская. И мне досталась комплектация шкафа со всеми прищепками, что очень важно. На шкафу у нас горит прекрасный свет какой-то правильный. Да, это тоже свет, который Юрген Хейланд создал на базе своих диодов, которые он использует в своей собственной технологической голове. Как он сделан? То есть это лампа, которая использует красные диоды с той же длиной волны красного безопасного освещения, что и в голове. Я делал эксперимент. Я клал эту лампу на бумагу, оставлял ее на сутки включенной, приходил на следующий день, бросал в проявитель бумагу вуальной. Причем я вуаль промерял не просто на глаз, я ее промерял по денситомеру. То есть там нет почернения абсолютно никакого. Также у меня есть проявочная машина. Проявочная машина для именно черно-белых процессов. Чем она удобнее, чем джоба, например, по сравнению с джоба. Эта машина является важным... Ну ты краска скажи, там видео есть у тебя на канале. А, уже есть. Фактически эта машина повторяет... Джоба я сейчас прекрасный. Да, она полностью повторяет режим проявки вручную, потому что она переворачивает бачок и крутит его вокруг своей собственной оси. Здесь вы можете настроить абсолютно точную агитацию бачка. Она компенсирует время проявки в зависимости от температуры, потому что здесь вы закладываете температуру начального проявителя. Ну и соответственно, если у вас есть какие-то сложные свои собственные рецептуры голодного проявления, кондиционного проявления, то такая машина вам в помощь. потому что джоба занимается только ротацией. Там ничего такого нет. О, там пресс, по-моему, закончил работать. Да, пресс закончился. Пойдемте посмотрим, что у нас получается. Отличается у нас вот такая вот ситуация. Идеальная мы видим абсолютно. Видишь, тоже ничего не выгнуто. Все четко. Он очень горячий. Сейчас покажи, что она. Да, здесь, видите, мы изображение сделали таким образом, что у нас оно меньше. Мы не стали тратить лист бумаги. Потом я, в принципе, здесь использую задник. И в рамке будет оформлено по вот этой части по спарту. Потому что оно лежит. Оно ровное. Да, ровное. Но оно еще горячее. Оно еще горячее. Оно, соответственно, будет... Вот здесь вот, Паша, видно, насколько она вплоть до притянута. А вот здесь чуть-чуть не притянута. Нет, здесь не притянута, потому что здесь нет клеевой основы. А, ну да, здесь же кусочек, где изображение. То есть он начинается вот отсюда. Да, 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 да. И дело в том, что сейчас, если мы говорим вообще об этой технологии, я могу сделать, добавить и вакуум, и я могу, например, добавить, ну, как сказать, влажность. То есть чуть-чуть перед запечатыванием в пресс вы просто такой губкой делаете влажный край вашего отпечатка. И, соответственно, эмульсия прилипает, и получается вот такой вот эффект. Я видел там чуть-чуть блестящую такую по сторонам. Здесь вот, видите, вот, получается все, она вот как бы слипается. Я еще видел, даже вот чуть-чуть обратил внимание, что это как будто слой, вот, высший, Паш. На отблеск будет видно. Вот отсюда. А, что видишь, видите, да? Ну, это вообще блестящий край. Я увидел здесь сразу. По большому счету это не нужно, потому что в данном случае, как бы, изображение ровное, оно вот, все. Его можно уже повесить на стену. По большому счету нам остается... Поставить печать? Да, поставить печать. То есть мы сделаем это прямо сейчас. Конечно, чтобы даже финализировать. О, извините за что у нас есть. У нас есть чип дергается. Вот такая вот печать. Раз, два, три. Печать большого формата, поэтому я всегда ее держу какое-то время, чтобы она у меня хорошо пропечаталась. Все. Здесь мы делаем внизу мои рекламные данные. А вот этот девайс? Обязательно мы еще и сделаем вот здесь лого свой. Паспорту очень тяжело продавить, но мы постараемся сделать все. Все. Вот это наше маленькое лого. Оно будет незаметное, но как раз-то для той минимальной фактуры, чтобы, в принципе, читалось, что вот у нас есть вот такая штука. Осталось только подписать. Спасибо. Всем спасибо.